Любимые мои, я вас приветствую, с вами вновь Анна Лещенко, и мы продолжим нашу тему, связанную с нейрографикой. Кто не смотрел первый урок, обязательно поставьте на паузу, вернитесь, посмотрите, для того, чтобы было полное осознание и понимание, что же это за такое направление. Сегодня наша тема будет посвящена материалам, которые вам будут необходимы для работы с нейрографикой, а также мы начнем изучать элементы, из чего складывается непосредственно данная методика и техника. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится любой совершенно блокнот для скетчинга, форма блокнота, насыщение, наполнение листов, я имею в виду оттенок, холодный, теплый, слоновая кость и так далее, без разницы. Самое главное, чтобы данные листы не были пролинейные и не присутствовала никакая клетка. В общем, нам нужны совершенно чистые листы бумаги. Естественно, самый удобный, классный вариант – плотная твердая обложка, для того, чтобы нейрографикой вы могли заниматься в любом месте, находясь, не знаю, в машине, где угодно. Это первое. А также сейчас тоже фокус вашего внимания переведу на форму листа. Форма листа может быть любая. Мне очень импонируют квадратные, например, листы, но это может быть все, что угодно. Это могут быть обычные ксероксные листики. Окей? Идем дальше. Нам понадобятся линеры или лайнеры. Все их называют по-разному. С тонким грифелем. С тонким основанием. Фирму выбирайте любую. Такого рода маркеры, они используются для профессиональной работы в технике графика. Я люблю использовать даже обычные, просто гелевые ручки. Самая главная задача, чтобы эта ручка рисовала очень легко и свободно. Чтобы вам не приходилось выполнять никакого нажатия, никакого давления. Дальше. Очень классно. Если у вас под рукой также будет маркер. Маркер более с толстым грифелем. Грифель неправильно. Грифель у нас в карандаше, но в общем с толстым основанием ручки. Дальше. Цветные карандаши. Для меня этот набор вообще очень такой памятный, знаковый. Мне его дарила ученица. Это японские карандаши в пастельной очень красивой гамме. Ученицу звали Викушенька. Викушенька, привет! И мамочка Женечка, если вы вдруг будете смотреть. Оттенки здесь пастельные. Вы можете использовать цветные карандаши любые. Те, которые вы сможете купить и приобрести в своем городе. Также нам понадобятся фломастеры. Всевозможные материалы для скетчинга. Все, что угодно. Но даже если под рукой у вас только лишь ручки и даже если у вас одна единственная ручка, этого тоже будет достаточно. Все, по материалам мы прошлись. Сейчас я возьму чистый лист бумаги. И мы с вами начнем изучать линию и ее специфику. Как же мы будем рисовать нашу нейрографику. Я возьму обычную гелевую ручку. Я надеюсь, она не подведет меня, когда я буду рисовать в таком положении. Итак, как выглядит... Я думаю, что после первого урока уже многие смогли вбить в поисковике, как выглядят нейроны головного мозга у нас. И я говорила о том, что идентичные рисунки мы будем рисовать на нашем листе. Мы должны научиться рисовать, не думая о том, как мы рисуем. Правильно, неправильно, красиво, некрасиво. Для работы, используя методику нейрографики, для нас понятия правильности вообще не существует. Есть лишь единственный, скажем так, важный момент. Это наше медитативное состояние. О нем я заострю ваше внимание немножечко попозже. Пока техника. И мы начинаем просто рисовать какую-то линию. Мы пока просто учимся. Сегодня у нас никакой не тренинг, сегодня у нас никакое не обучение. Мы просто пока изучаем какие-то технические аспекты, касающиеся визуальной части. Линии могут пересекаться. Ой, классно я вам показываю, ничего не видно было. В момент рисунка вы руководствуетесь интуитивным чувствованием, куда ведет вас ваша рука. Это могут быть линии более агрессивного характера. Это могут быть линии более пластичные, образуя какой-либо узор, завитки. Мы никогда не будем оценивать погружение, работу. Это у нас конкретно, да, психологического уровня, работа. Не будем никогда производить оценку. Красивый рисунок. Будем ли мы его выкладывать в Инстаграм или нет? Нет, это вообще не об этом. Это первое. Просто научиться рисовать линию. Очень классный. Можно сделать, скажем так, такой эксперимент. Взять любую картинку из Гугла, из Яндекса, вбить облака и понаблюдать, как выглядит облачка. И попробовать, попробовать, воссоздать контуринг. Это то, что позволит вот как раз этой линии быть более живой. Следующий момент. Это скругление острых углов. В последующих уроках вы поймёте, что я имею в виду, более конкретно. Но пока мы должны просто отрепетировать, да, просто поэкспериментировать и попробовать. Что такое скругление острых углов? Когда вы смотрите на своё изображение, и вы видите, например, острый угол, и вы его хотите закруглить, смягчить, и вы словно заполняете пустоты. Эти острые углы другому человеку могут быть неявно, ну, скажем так, неявственно проявленными, да. А вы, глядя на свой рисунок, будете чувствовать, вот здесь сильно много остроты. Вот я бы хотел это смягчить, место. Я бы хотел придать более мягкую округлую форму своим эмоциям, своему рисунку. Потому что этот процесс, он поистине медитативен. И если вы понимаете, что вы ограничены во времени, смысла садиться за полноценный такой терапевтический сеанс нет. Вы должны понимать и отдавать себе отчёт, что нейрографика. Есть методики, допустим, достаточно быстрой работы, да. Но в большинстве своём нейрографика требует времени, вашей энергии, да, ваших сил. Поэтому выделяете достаточно продолжительное количество, продолжительное количество времени. И вот таким образом, не спеша, обращая внимание на какие-либо заусенецы, сотканные из линий, мы смягчаем и скругляем. Сейчас я продемонстрировала лишь фрагментарно, да. Такого рода смягчения будут у нас на всём нашем полотне. Поэтому могу сказать такой маленький лайфхак от меня. Классно иметь блокноты для скетчинга разного размера. Особенно я очень люблю размер такой 12 на 12, потому что он очень, да, палочкой-выручалочкой работает, когда мы хотим поработать сами с собой. У нас, ну, скажем так, да, в обеденное время у нас есть, там, минут 45, да, или там в машине. Очень классная работа для того, чтобы начать работу и её полностью, тотально завершить. Могу сказать так, вот многие задают вопрос, Аня, если я начал свою работу, но понимаю, что у меня нехватка времени, стоит ли её дальше продолжать. Могу сказать, основываясь исключительно на свой опыт, самый классный эффект будет лишь в том случае, когда вы сели, погрузились в работу и завершили, довели её до, скажем так, результативности, до какой-то точки, когда вы понимаете, да, я всё сделал. И тогда поистине появляется тот терапевтический классный эффект, который, ну, в принципе, да, мы вкладываем в нейрографику. Следующее – это использование разных цветов и оттенков. Когда в практике я буду говорить о том, что теперь мы начинаем наполнять энергии определённые участки, совершенно основываясь на свою интуицию. О чём будет идти речь? Вы просто смотрите на свои карандаши. Сейчас я сразу же одновременно открою две коробки. И, не задумываясь, вот самое-самое главное, нам порой очень часто мешает наш ум. Но так как практика, да, я буду практику для вас вести, у вас не будет возможности, да, спорить, скажем так, со своим грамотным умом. Я вас веду в определённое медитативное состояние, но если вы будете работать самостоятельно, вы должны прям отключать свой ум. Интуитивно я беру цвет и начинаю заполнять те участки, на которые, вот, да, я обращаю внимание, я понимаю, да, вот здесь я хочу именно такой оттенок. Есть потребность переключиться и создать растяжку. И так далее. Заполняют цветом те аспекты и те места, которые я чувствую, у меня есть потребность. Заполнили, напомню, не имеет значения. Вы используете маркеры, фломастеры, карандаши, всё, что вашей душе угодно. Главное, всё выбирайте интуитивно. Нет понятия правильно-неправильно. И следующий момент, о котором я сегодня хочу сказать, который нам также понадобится уже непосредственно в нашей практике, это, глядя на наш рисунок, мы смотрим и задаём себе вопрос, а что я в нём вижу? Быть может, проявится какой-то узор, какая-то форма, какой-то предмет, какое-то живое существо. Вот глядя на данный рисунок, я явственно вижу крылья, причём раскрытые, расправленные. И я задаю себе вопрос, а о чём это для меня? Для чего вдруг в моём рисунке проявилась именно птица? Ну и так дальше, так далее. Мы будем уже вести определённый сами с собой диалог. Так вот, если мы увидели какую-либо форму... Я причём здесь вижу несколько птиц. Одна птица, вторая птица. То наша задача, или, например, если мы увидели какую-нибудь форму, форму круга, мы затем берём и выполняем акцент. Мы словно прорисовываем и усиливаем. Сейчас я вам продемонстрирую. Усиливаем и, быть может, в каких-то аспектах дорисовываем, дополняем нашу форму. Собственно, всё. На этом даже здесь я ещё прям хочу. Я вижу этот круг. Я прям представляю, что это такое сияние, свечение, словно защитный нимб вокруг головы данной птицы. Это те моменты, с которыми мы будем с вами работать на начальном этапе. Поэтому заранее, пожалуйста, подготовьте все материалы, о которых я сегодня вам рассказала. И в ближайшем времени мы окунёмся в мир нейрографики. А также домашнее задание – это сформировать намерение на работу. Намерение может быть совершенно любым. Это может быть какая-либо проблематика. Ну, давайте даже так мы немножечко сузим и подумаем о том, поистине, что на внутреннем уровне вам мешает чувствовать себя наиболее гармонично, раскрыто, наполнено. Также это может быть тема, связанная с вашим здоровьем, физическим, психоэмоциональным. Тема может быть связана со взаимоотношениями, с вашим мужчиной, с вашим ребёнком. Прорыв, например, в деятельности, изобилие, раскрытие, расширение и так далее. Всё, что угодно. Я вас люблю, целую, обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.